Хе-хе-хе! Всем-всем привет от боярыни Морозовой, которая находится в снежной Пенсильвании. Смотрите на мой сегодняшний зимний аутфит а-ля шуба из России. Ботиночки внутри с натуральным мехом, тоже сделанные так же и там же. Это все а-ля натурель. Здесь такого очень тяжело найти, поэтому все куплено, привезено еще оттуда. И все американцы просто вообще, как они здесь говорят, кикауровать. Очень-очень им нравится мой аутфит. Когда я пришла на работу в таком виде, они все пощупали, похапали, поцапали. Ой, какое мягенькое. Ой, это все натурально. Ой, какое-то тепленькое. Ну, у нас не так уж здесь плохо. Солнышко, тихо-тихо, немножечко, просто, вы знаете, совсем-совсем немного припорошило снежочком. Погода просто шикарная для января. Это супер. Надеюсь, что вся такая зима и будет. Вот если бы так было, для меня это было просто идеально. Я слышала, что в центральных районах России обушевал морозец, но ничего, он скоро отступит. Я знаю, потому что от нас вам надует теплый циклон. У нас через пару дней обещают потепление, и у нас будет дождь, и все это растает. Вот. Сегодня я съездила первый раз сама, без компании какой-либо, на автоматическую мойку машин. Ой, надо было заснять, но у меня было столько эмоций, что я и забыла, вы знаете, не знала, куда карточку, куда нажимать. Там 125 разных опций, выборов, как и так, и сяк. Я выбрала самую дорогую. У нас на нашей мойке 15 долларов помыть машину. Это самый дорогой опшен. Там тебе помоется сверху и везде, и даже снизу машины, и еще плюс какой-то вакс. Но как это все сделали, я не заметила, потому что это автоматическая мойка, ты въезжаешь, очень все быстро, оперативно. Вот эти вот роллы, вот эти вот валики по машине, бжик-бжик-бжик, куча пены, куча мыла. Потом это все обдувается, передувается. Когда там они ваксу, ускоренности, я так и не поняла. Но, в общем, тем не менее, машина у меня выскочила чистая, красивая, хрустящая и блестящая. Хочу вам сказать, машина была белая, вот такого цвета, как снег. Но это было не от снега. Знаете, от чего у нас здесь столько посыпают соли? Вы не представляете. Соль это, я читала, между прочим, не есть очень хорошо и полезно. Как и для людей, так и для животных. И плюс еще потом, когда вот у нас наступит потепление, дождик это все смоет, это начнет все впитываться в почву, это все отравляет. Но они здесь соли не жалеют из-за того, чтобы якобы предотвратить различные аварии и травмы людей. Потому что люди ходят по дорогам, редко, но метко, и падают, если гололед и скользко. А эта соль якобы предотвращает. Вот это такая политика партии в Америке здесь. Но я сегодня не об этом. Главная тематика сегодняшнего моего видео – бедные американские мужчины. Как мне их жалко! Вы не представляете, тем более, как мама двоих мальчиков, будущих мужчин. Я не знаю, к чему идет Америка, что будет дальше, и как это все будет выглядеть. Но на данный момент все это выглядит очень-очень удручающе. Хочу вам рассказать, что случилось. И вот вы мне потом напишите, рассудите под этим видео в комментариях. Что вы думаете на эту тему? Случались ли у вас подобные случаи? Вы что-то такое наподобие слышали или нет? Я уверена, что в России, мне кажется, такого нет. В Европе, мне кажется, такого нет. Например, у меня знакомые девочки живут в Германии. Подружка живет в Греции. В Греции там вообще а-ля свобода отношений. А здесь, в Америке, вы знаете, печально, печально. Что вам хочу сказать? Значит, такая история. С одним моим знакомым, мужчиной, случился неприятный казус. Значит, он работает. Не будем говорить, где, на кого и как. На большую-большую компанию. И ему приходит сообщение, что его вызывают к директору, начальнику кадров. А здесь, в Америке, этот отдел занимается всеми работниками, всеми конфликтами, ситуациями. А где моя собака? А вон он там. Наполеося! Наполеося! Наполеося там занюхался. Где он там? Видите его? Нет? Где-то он вот там вот ходит. Я не вижу, мне солнце светит. Наполеося! Ну вот. И этот отдел, значит, занимается работниками. Они нанимают на работу через эту, как бы, не службу, а этот отдел увольняется, решаются все вопросы и проблемы. И также жалобы сотрудников. Поступают в первую очередь туда, и это всё там рассматривается. И его вызывают в этот отдел. И, в общем, он мне сообщает, что он переживает. Это не есть хорошо, потому что подозревает, что-то может быть. Ну, я попыталась там, знаете, перевести на оптимистичную волну, вдохновить его, сказать, может быть, это ничего серьёзного. Но вы знаете... Оп, собственно, Плёся, ты где? Вон он, вон он. По снегу не любит ходить, но я его немножко вывожу. Ничего-ничего, гуляй. В общем, суть такая. Пошёл он к директору. И что, этот директор и говорит о делах кадров? Что, на тебя поступила жалоба? Жалоба от сотрудницы этой же компании. Вы знаете, что произошло? Это уму непостижимо вообще. Просто моему русскому менталитету Этому этого не понять до сих пор, несмотря на то, что я живу в Америке много-много-много лет. В общем, суть жалобы такова, что этот мужчина, эта женщина, они коллеги, пересекаются. И он когда-то просто, не знаю, то ли они где-то были вместе как бы в одном кабинете, или что, он проходил мимо, и он его так вот похлопал по плечам, говорит, привет, говорит. У тебя, говорит, сегодня красивый макияж. Что-то такое, представляете? И она пошла и написала на него телегу, что он физически к ней прикоснулся. Но там же никаких не было намёков. Даже не могу такие сильные слова употреблять, как сексуального характера какого-то. Просто чисто по-дружески, как коллеги. Вот так вот немножко прихлопнул по плечу и попытался сказать что-то приятное. И вы представляете, она пошла на него, заявила. Я не могла поверить. И вот директор отдела кадров предупредила, чтобы больше такое не повторялось, что это недопустимо никакого физического контакта. Даже нельзя пальчиком отронуться. Иначе женщина на вас пожалуется. И это просто один из большинства примеров, что здесь происходит. Я вам хочу сказать, я работаю на большой-большой, самый крупнейший госпиталь в наших ближлежащих и дальлежащих районах. Очень большой госпиталь. Я не знаю, сколько у нас работников, но просто тысячи, тысячи и тысячи. Десятки, наверное же, даже может быть больше. Потому что у нас куча филиалов, и этот госпиталь разрастается с каждым годом. Я вам хочу сказать, все мужчины, от докторов до электриков, которые работают на наш госпиталь, вы знаете, как они ходят? Вот я вам сейчас скажу. Вы знаете, как они ходят? Они ходят вот так вот. Вот так вот. И глаза у них, глаза у них в пол всегда. И они никогда с тобою первые не поздороваются. Если ты скажешь «Хай», они так быстренько поднимут глаза «Хай», и опять глаза в пол, вот так вот глаза в пол, и пошли. Вы представляете? Вот так вот ходят у нас коллеги-мужчины на работе. Потому что было тоже неоднократно, неоднократно поступали жалобы от женщин на мужчин. Вот абсолютно из-за таких каких-то ненормально абсурдных ситуаций. Вы представляете? И это очень-очень здесь серьезно. Очень серьезно. Вот, например, если вот одно предупреждение поступило, вдруг, не дай бог, второе предупреждение, все, на третье вас увольняют. И они здесь абсолютно не разбираются, не вникают в подробности. Если женщина пожаловалась, все, харакири. Вы представляете? Матриархат. Матриархат такой, что я вам передать не могу. Я уже делала видео и говорила на эту тематику. Но вот опять еще один пример из жизни, который меня просто потряс до мозгов костей. Я абсолютно, абсолютно этого не понимаю. Как это все возможно? Как? Это настолько ужасно. Даже мне подружки сказали, что за жизнь, что за жизнь здесь, знаете? Не дай боже, вы никогда нигде не встретите, чтобы кто-то где-то с кем-то безобидно пофлиртовал. Здесь такого нету, нету. Не может быть по определению. Потому что мужчины бедные, настолько зашуганные, запуганные, что, я вам говорю, они не то, что вообще рот боятся открыть, сказать какой-то комплимент, они боятся посмотреть на женщину, потому что я слышала, что кто-то когда-то обвинил женщину, мужчину, что он на нее не так посмотрел. Вы представляете? Ну это просто маразм. Что будет дальше, я не знаю. И я, честно говоря, переживаю за своих мальчиков. В каком мире они будут жить? Ладно, сейчас они маленькие и молоденькие, да? Но что будет дальше? Я не знаю, я не думаю, что что-то будет изменяться в лучшую сторону. По-моему, скоро американки изведут мужской пол вообще как рот. И раз уже сейчас научились выводить детей из пробирок, то мужчины просто вообще не нужны будут. У меня, я вам говорила, что очень-очень много одиноких американок. И они, вы знаете, такие. Вот с ней разговариваешь, это ужас какой-то. Она любит только себя, любимую. И у нее взгляды, как у мужика. Вы знаете, она как конь. С яйцами. Вот такого плана. И ей никто ничто не нужен. И ей, знаете, вот у нее такие мысли и взгляды на жизнь. Хелуэй о Хайвэй, как здесь говорят американцы. Только, может быть, по ее, и никак не иначе. Это ужасно. Вы знаете, я считаю ужасно. И поэтому я не удивляюсь, что многие мужчины, как говорится, испытав печальный опыт женить бы на американке, разведясь, они не хотят жениться больше. Или они ищут жен откуда-то с Европы или с тех же Филиппин, каких-нибудь азиаток. Поэтому, вы знаете, я их не осуждаю, я их очень даже понимаю. И вот, пожалуйста, скажите, где еще такое творится? По-моему, Америка это единственная страна, где такое происходит с мужчинами. Так что бедные мужчины, русскоговорящие или с Европы, или откуда-то, где нравы более свободные. Я знаю, мне подружка рассказывает в Греции, Боже мой, что там у них происходит? Свободное общение, свободное знакомство на улицах, в кафетериях. Здесь такого по определению быть не может. Люди не знакомятся. И не пишите мне, что вот я знаю, люди знакомятся там-то, там-то, там-то. Я говорю за свое окружение, я говорю за то, что творится вокруг меня. Поверьте меня, здесь в Пенсильвании, я знаю очень-очень-очень многих людей. Я работаю с таким количеством женщин и мужчин, и ни один мне, и ни одна мне никогда не сказали, что они познакомились где-то, где-то, и потом у них возникли серьезные отношения. Последнее время, с кем бы я ни разговаривала, все знакомятся только по компьютеру онлайн. Хотите вы в это верить или нет, это факт сегодняшней американской жизни. Если кто-то хочет подискутировать на эту тематику и рассказать мне что-то интересное, может быть, я о чем-то не знаю, пожалуйста, пожалуйста, пишите мне, звоните мне, сообщайте мне. О, и в заключении хочу сказать, я вас всех приглашаю к себе на день рождения. Будем отмечать два в одном. День рождения у меня как раз, когда будет старый Новый год. Так что, все приходите, всех приглашаю. Я гостеприимная всегда, и двери открыты для вас, для всех. Если кто-то по каким-то причинам вдруг не сможет до меня доехать или долететь, пожалуйста, навещайте меня виртуально, заходите на мой канал Кэтвискот 98. Я всегда-всегда рада с вами общаться. Это была ваша Кэт. Я не говорю до свидания, а говорю салон. Ба-бай. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok